Привет, любимые мои. Нелли, а если я хочу свинг в том числе и ради того, чтобы испытать ревность, это какой-то вид мазохизма? Вот такой вопрос прилетел мне здесь на YouTube. Но прежде чем я начну, приглашаю вас в мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании и в подсказках. Там мы поднимаем очень жаркие темы, более откровенные, чем здесь на YouTube из-за цензуры. Переходите, пожалуйста, общайтесь в нашем секс-позитивном сообществе в моем телеграм-канале. Ну, может быть, в некоторых отдельных случаях это и мазохизм. Но чаще всего мазохизм присущ больше куколдам. Там, где вот такая вот какая-то максимальная степень страдания культивируется, и женщина выступает прямо как такая госпожа, которая издевается над своим куколдом. Если же вам хочется просто свинг ради того, чтобы пощекотать свои нервишки, почувствовать это чувство ревности, испытать это чувство ревности, то одна из причин самых-самых распространенных, знаете, какая? Это создать дистанцию со своим партнером. Потому что чем более тесные отношения, может быть, даже где-то зависимые друг от друга, со-зависимые. Вот психологи очень часто манипулируют этой темы со-зависимости. Но в последнее время я начала замечать, что они же, эти же популярные психологи, уже склонны к тому, некоторые из них, что отношения не бывают полностью независимыми, все равно какая-то со-зависимость в отношениях присутствует. Другое дело, насколько она деструктивна, или она не мешает жизни людей, а делает их отношения, ну, их жизнь лучше, ну, или, по крайней мере, не хуже. То есть вот они уже начали признавать, что вот некоторая со-зависимость допустима. Главное, чтобы она не была в минус. Так вот, чем больше доверия в отношениях, чем больше люди друг о друге знают, чем больше они сближаются, тем больше возникает потребность отдалиться. Понимаете, мы все время находимся вот в этом таком состоянии, когда у нас нет близких людей, нам безумно хочется близости. Мы выискиваем своего вот этого родного человека, мы готовы просто горы свернуть, все, что угодно отдать, да? Но когда мы находим такого человека, мы доходим до какой-то такой очень большой точки сближения, мы как будто бы нуждаемся в том, чтобы отдалиться. И чем глубже связь, чем больше зависимость от этого человека, тем больше потребность эту дистанцию создать. И свинг — это один из способов прожить вот такую вот дистанцию на ваших глазах, да? Потому что вроде бы, когда ты видишь секс своего любимого человека с другим человеком, ты как будто бы проваливаешься в полную потерю этого человека, своего партнера. И с одной стороны, ты можешь проживать страх потери, ревность, какое-то беспокойство, тревогу, может быть, даже какой-то ужас, да? А в то же время ты получаешь удовлетворение от того, что вот наконец-то достигнута вот эта дистанция. Я уже упоминала в своих видео, что частенько бывает так, что как раз очень зависимые люди, очень зависимые от своего партнера, изменяют этому партнеру. Буквально недавно, не помню уже, в каком я видео это рассказывала, но это действительно факт. Вот безумные ревнивцы и женщины, которые финансов... Вы все знаете эти истории, женщина, которая, казалось бы, финансово зависит от своего папика, нигде не работает, она должна молиться на него, но она заводит себе каких-то любовников непонятных, причем таких опасных любовников, которые не защитят ее финансово, да? Почему она этим рискует? Да потому что она зависит, и ей нужен вот этот глоток независимости, глоток риска, глоток безбашенности какой-то. Мужья, ревнивцы, это самые изменяющие мужья. Вот те, которые постоянно телефоны проверяют, за каждым шагом следят, вот они, скорее всего, изменяют. Почему? Потому что им не могут, они задыхаются от своей ревности, они не могут выдерживать это напряжение, а потому они идут и изменяют сами. Очень часто, лишь бы первыми изменить, на всякий случай, да? А вдруг она ему изменяет, он же ее постоянно ревнует. Вот я сейчас первой изменю, изменю, и мне станет легче. Чтобы почувствовать вот эту свою отдельность, свою независимость от партнера. И свинг, это, конечно же, да, одна из форм, как много отлипнуть от своего партнера, как сделать его на несколько часов каким-то чужим, создать такую опасность, а вдруг что все-таки он или она влюбится в этого, с кем он сейчас или он, и уйдет. И поиграть на этих чувствах, и тогда та близость, которая между вами есть, она как бы заиграет новыми красками. Потому что если вы слишком сильно сблизились, слишком влипли друг в друга, это может привести к необратимым последствиям. Чем дольше вы будете зависать вот в этой вот, как это, сцепленности, тем сильнее будет сила, которая вас друг от друга оттолкнет, и вы просто уже можете разлететься, разлететься совсем, настолько с такой огромной скоростью, что вы больше не сойдетесь заново. Понимаете? Поэтому вот эти все игры в групповой секс, это один из вариантов таких вот безопасных, ну как безопасных, при определенных условиях безопасных. Почему все говорят, что свинг только делает отношения лучше и сближает, если у вас и так хорошие отношения, если у вас нет проблем, если вы достаточно близки, если у вас очень хорошо выстроено доверие в паре, если же у вас этого нет, то свинг наоборот ускорит ваш разрыв, ну что в принципе не всегда плохо бывает, правда, потому что вот вроде бы казалось все плохо, ты не можешь никак расстаться с человеком и не можешь найти вот этот рычаг, который тебя вытащит из этих отношений, но в этом случае свинг как вариант, как вариант, как повод разойтись, он тоже хорошо срабатывает, то есть ну вот так глянешь, вроде бы и так польза, и эдак польза. И, кстати, есть у меня в телеге один любимый канал, ну один из любимых каналов, который я постоянно читаю, 10 лет, нет уже, а, 10, 10 это они были пару лет назад, больше 10 лет, то ли 11, то ли 12 лет, пара в открытых отношениях, причем у них отношения не такие свингерские, что они только вместе везде ходят, но они по отдельности тоже встречаются, у нее любовники, у него любовники, между ними при этом тоже есть секс, и я у нее читала такие посты, где она упоминает о том, что ее психолог, психотерапевт говорит о том, что у них мощная созависимость с мужем, но при этом они больше 10 лет вместе, они не расходятся, и свинки, и вечеринки, и отдельные любовники, любовницы, вот просто все у них есть, и как раз их отношения это не разрушает, и вот эту их созависимость, оно как бы нейтрализует, уравновешивает, не нейтрализует, они уравновешивают, уравновешивают, то есть с одной стороны, они очень так, очень зависят друг от друга, с другой стороны, как раз благодаря своим открытым отношениям, они умудряются балансировать, хотя им не всегда удается держать идеальный баланс, у них всякое случается, и ссоры, и кризисы, и такие ситуации, когда они вот-вот-вот-вот может быть готовы расстаться, но пока не расстались, пока каждый раз они выходят на какой-то новый виток, то есть вот это пример вот такой пары, за которой я реально наблюдаю, уже, ну, которые долго находятся в отношениях, про которых вот подробно я читаю, к сожалению, я не знакома с ними лично, потому что они в другой стране, если бы не все нынешние события, которые сейчас происходят, конечно же, я бы уже слетала, познакомилась, ну, и может быть, это все-таки, это все, безобразие закончится, и таки слетаю, и очень, да, интересно за этим наблюдать, и как раз вот эта идея про то, что свинк, открытые отношения уравновешивают слишком сильную вовлеченность друг в друга, некую созависимость друг от друга, и знание слишком хорошо друг друга, да, вот пары, которые, вы знаете, они живут годами, и они толком вообще не знают друг друга, они мало разговаривают, они, ну, может, бытовые привычки только друг друга какие-то знают, они не знают сексуальной фантазии друг друга, у них очень много секретов, да, нафига им свинк, ну, они, в принципе, тоже такие, а зачем нам свинк, ну, в принципе, и так, настолько далеки друг от друга, нам еще сближаться и сближаться, а я, например, такой человек, что я открываюсь своему партнеру максимально, ну, прежде всего, наверное, для того, чтобы понять, примет он меня или нет, я достаточно сложная и не нестандартная, да, поэтому я, как бы, даю инструкцию мужчине о себе, я объясняю ему, и для этого я должна достаточно много рассказать, потому что, ну, механизм сложный, чтобы понять, имеет нам смысл вообще с ним взаимодействовать или лучше сразу разойтись пораньше, пока не привязались друг к другу, да, поэтому я очень много, да, я вам на ютуб, мне, ой, на ютуб, как много о себе рассказываю, мне как раз в телегу пришел человек как-то, не помню, с ютуб он пришел или где-то с какой-то рекламы в телеграм, и я помню, как он мне пишет, да я тут за неделю о тебе узнал столько, сколько я не знаю ни об одном человеке в моем жизни, то есть, ни об одном родственнике, ни об одной своей девушке, ни о ком я никогда не знал так много информации, как о тебе, почитав твой блог неделю, я такая задумалась, думаю, да, ну да, действительно, получается, что я так много всего о себе рассказываю, что, наверное, со мной сблизиться, ну, слишком легко, вот в меня так бах и влипаешь просто, то есть, если мне мужчина нравится, я достаточно легко его в себя влипаю, да, как раз в том числе и за счет того, что я очень много о нем, о себе рассказываю ему и вытаскиваю о нем очень много информации и мы очень быстро начинаем чувствовать, будто бы мы друг друга знали всегда вот это вот в моих отношениях это происходит частенько и, конечно же, один из тех рецептов, которые я для себя изобрела это то, что я не должна быть моногамной, мне нужны немоногамные отношения, чтобы вот делать вот этот вот скок назад, кстати, есть такая шикарная писательница, по-моему, она и сексолог тоже, Эстер Перель, у нее несколько прекрасных книг написано примерно на эту же тему, но она так не советует напрямую свинговать или вот что-то такое, да, но она в нее книге размножения в неволе, право-налево, там как раз о том, что когда возникает очень сильное сближение между людьми, пропадает страсть и люди как будто бы вот хотят ну как будто бы им нужно отойти друг от друга на расстоянии, чтобы заново захотеть, что все стремятся к близости, но эта же близость убивает секс, свинг это один из механизмов, причем я вам говорила, это простой механизм, есть более сложные, когда вы не прибегаете к групповому сексу, ну как бы не изменяете друг другу, то есть не занимаете сексом с другими людьми, но создаете вот эту дистанцию друг с другом, они тоже есть, но они более сложные, они более замороченные, я наверное не ищу сложных путей, я хочу такой быстрый, гарантированный и не очень замороченный результат, поэтому вот в ее книгах тоже прослеживается эта мысль, что что-то нужно такое, что-то нужно такое, что вас как бы разъединяет, создает опасность, чувство опасности, потому что свинг это тоже чувство опасности, я вам всегда говорила, в групповом сексе идет серьезный выброс адреналина, ну по крайней мере поначалу, либо поначалу, либо если ты действительно очень любишь своего партнера, то тогда ты на любом свинге будешь испытывать этот адреналин опасность, да, и если ты зависишь от своего партнера, ты тоже будешь этот адреналин регулярно испытывать, конечно, не всех людей возбуждает адреналин, некоторых он наоборот расхлаживает, но я отношусь к тем людям, кого адреналин возбуждает, поэтому для меня свинка это такой интересный вариант испытать ревность, я ее тоже испытываю, конечно, пощекотать свои нервишки и влюбиться еще больше в своего партнера, и решить вот этот вопрос с чрезмерным сближением, кто не читал из Тарперелли, я вам советую почитать, вы поймете просто то, о чем я говорю в этом видео, проникнетесь этой идеей и выберите для себя какие-то формы, что вам нужно для того, чтобы снова испытать стресс к своему партнеру, ну, конечно же, если она когда-либо была, потому что если ее никогда не было, то я даже не знаю, сможете ли вы ее испытать. Делитесь, кстати, под видео в описании, ой, фух, господи, в описании, заучила эту фразу, не в описании, в комментариях, делитесь под видео в комментариях, пожалуйста, вот, а было ли у вас такое, что вы никогда не испытывали страсть к своему партнеру, а потом в каких-то обстоятельствах вдруг ее испытали, мне очень интересно почитать такие истории, потому что мне кажется, что если страсть была изначально, ее можно возрождать в течение отношений, если ее никогда не было, может ли она возникнуть, как вы думаете? И не забывайте переходить в мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании, я всех люблю, целую, пока-пока.